МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это, наверное, самая основная такая вещь, потому что и игры были трудные, и переломить, и вернуть обратно себе золото для страны. Это было самое основное, конечно. Это был 1984 год. Надо сказать, что я на Олимпиаду ездил из больницы. Это тоже удивительные вещи. Две Олимпиады я практически не готовился, а приезжал из больницы. У меня очень много травм. У меня семя операций было в то время на колено. На одно колено семя операций. И приехал Адыш Хетберг, уговорил Дмитриева, чтобы меня отпустили в Швецию. Хотя и предложение из Энхейл поступало. Но я просто осознавал себя и понимал, что такие травмы, что еще один удар в ногу, или что-то случится, и все это. Ходить можно и не нужно. Поэтому выбирал две страны, где более-менее нежесткий хоккей. Приехал в Швецию, хвалят, все нормально. И с партнерами вроде все хорошо. И в гости ходили. Хотя шведы не любят, да. И как бы, да, с игроками сборной, кто играл в... И ребята-то неплохие, да. И мы ходили друг к другу в гости, и вроде все нормально. Обстановка хорошая. Ну, то давали играть, то не давали. А потом поступило предложение. Или ты в Англию едешь, или в Канаду. Ну, я понял, для чего это сделано, да. Что хотели или заработать, или... Потому что канадцы не могли меня уговорить в Калгарию, что я выехал туда. Я был драфтован в Калгарию. Поэтому я сказал, что в Англию поеду. Англичане чистые любители. Есть и профессионалы. Как я приезжал, как там... Брат Грецков, кстати, там играл. Младший. Очень много студентов канадцев, которые этот рынок завоевывали. И поэтому там англичане это неплохие. Практически по игровому мышлению они похожи на нас. Мне было приятно с ними играть, кстати говоря. Понимали хоккей, понимают все. И достаточно очень технично обученные. И они просто, как сказать, нет этого желания, стремления что-то выиграть. Они любят заниматься этим видом спорта. Им нравится. Они все рабочие, даже игроки сборной англичане. Ну, процентов в то время, процентов 8, все были... Имели свой бизнес. Я, вот скажу, всегда свое мнение, которое есть на каждой определенной матче. И интересно это было попробовать. И мне это понравилось. Я на протяжении, там, 5 лет этим занимался. Интересная вещь, да. Достаточно интересная. С кем-то не соглашаться, с кем-то соглашаться. Есть свое мнение. Но я все равно считаю, что комментаторами и должны люди быть образованы. Почему и Озерову любили, и Янспару любили. Там было образование. Театральное. Постановка голоса, интонации. И аркетизм, и русская речь. Вот надо. Если ребята хотят, то они должны, конечно, идти заниматься этим. Это серьезная вещь. Это будет красиво. И даже для популяризации хоккей это будет очень здорово. Сейчас правильное движение, что КХЛ создало фарм-клубы. Это будет какая-то помощь. Мы где-то с 18 до 22, до 23 не будем терять людей. То есть хоккейная премьер-лига может помочь, да? Конечно, конечно. Премьер-лига очень поможет, да. Потому что в ХЛ это нет. В ХЛ это... Там вообще просто со взятками страшно. Ну, вы понимаете, там даже не по игрокам, там взятки. Там дети приходят, люди приходят на просмотр, и говорят, плати нам 30 тысяч. Это в 19-20 лет. В клубах? В клубах. Ну, это старые проблемы. Проблем-то еще в другом. Вы приходите работать тренером, если вы не в клубе, да, а в другом. У вас зарплата-то 19 тысяч рублей. Вы представляете, вы играли в высшей лиге даже, там, получали зарплату 50 тысяч, 100 тысяч, да, в месяц. Плюс у вас бонусы какие-то. Ваша семья привыкла жить. У вас двое детей там, ну, всех практически еще у хоккеистов, они самые демографы. Занимают демографией. У всех потро и потро и детей. И у вас вдруг вы хотите стать детским тренером, и у вас опускают на зарплату 12. С этим тоже надо разбирать детского тренера. Хоть где вы находитесь, при клубах, я думаю, что там нормально получают. Но как это на систему выстраивать? Потому что самое страшное, это не сама взятка. Самое страшное, что дети, они знают, они привыкают. Они знают, если ты сильнейший, ты видишь, что ты делаешь, и ты играешь в третьем, четвертом звене, тебе дают мало времени, а игроки, которые хуже тебя, играют в первом, во втором. Вот это для ребенка, очень основное, за деньги играют. И они знают об этом. Сейчас здорово, доказано всем. Я давно, я 8 лет об этом говорил, что у нас тренеров дофига. И надо давать, тогда люди очень много приехали, и нас, как бы нас убрали. Это же опять бизнес. Это же все в бизнесе были связаны. Потому что мы не нужны были, потому что много говорим, и не будем заниматься какими-то нехорошими вещами. А сейчас, подождите, посмотрите, сколько у нас тут... И Воробьев тот же, Разин, ну, квартального я не говорю, он уже давно там работает, и один из талантов. Да много, Юшкевич. Можно ли сказать, что вот сегодняшний кризис помог импортозамещению? Нет, это уже раньше пошло, раньше кризиса, что мы начали оставлять своих тренеров. Мы наконец-то дошли до того, что наши не хуже ничем, даже лучше, превосходят. Средний уровень нас выше тренеров. Мы живем этим, да, совершенно, как и в Канаде. Если мы считаем себя передовой страной, пока на словах. Ну, я сейчас вижу изменения сейчас при новом руководстве, при Ганне Галайче, при Ротенберге Руме. То, чтобы не говорил, да, там движения-то правильные все идут. Конечно, контракты надо понимать, продулов стоит этих денег, да, или не стоит. Но мы же опять отталкиваемся от нашего состояния. Как удержать игроков? Как? Вы только можете деньгами. Хотя есть другая вещь, о которой я вот давно говорю. Почему не сделать ограничение возрасте? И в НХЭТ это же было временное для становления лиги. Но одно время гандболисты делали 25 лет, только после 25 ты имеешь право уезжать, какого бы ты уровня ни был. Да, да. То же самое нужно сделать, да? Конечно, надо сделать. Я думаю, что у нас другого варианта нет, у нас других нет. Деньги вкладывать бешеные у них. Ну и что? Он все равно 2-3 года отыграет, как Кузнецов. Я не буду, сколько получал бешеные уехали. Все равно уехал. Он все равно уехал. Деньгами вы не остановите. Я думаю, мы должны выигрывать его. Но это любой человек скажет вам, который родился в России. Но по всему построению этого чемпионата мы должны выигрывать. Если какой-то случайность не произойдет. Ну, финны достаточно молодую команду везут. И игроки, которые у нас здесь играют. Американцы, студентов везут. Канадцы. Ну, трудно говорить, что там будет нехорошая команда, потому что они канадцы есть, они будут сражаться. И погуляют, и будут сражаться. Передницу мира здесь, в России, для них не так важно. Они про него будут печатать две строчки в своих газетах. Такого не будет. Ну, покажут по закрытому телевидению. Они на это не смотрят. Они все готовятся к Кубку мира. Вот там будет лакостной бумажкой. И слава богу, что у нас принято решение, чтобы забрать всех, чтобы НХЛ сыграли. И сейчас мы смотрим уже три года подряд, ребята хотят ехать в сборную. Вот это самое главное. Значит, Олег сумел создать такие отношения, в сборной, что они работают, и людям туда приятно ехать. У вас очаровательная дочь и талантливая. Два внука, да? Вам оскоро сказать? Есть кого. Я шучу, конечно. Мальчишки будут поставить их на коньки? Ну, естественно, поставлю. Конечно, будет... Сейчас рано, и Маша хотел, но я просто против категорически. Будет года три-четыре, поставим на коньки. Ну, хоккеем заниматься не будут. Будут просто кататься с клюшкой во дворе, и все. Лучше персонально там дать упражнения какие-то. Там лед у них есть, хороший лед. А там уже как они выберут. Это же желание. Вы без любви ничего не добьете. Я не азартный, я затрамной. Я могу поспорить, вот, из-за того, ради принципа. Вот там, тут говорят, вот эти выиграют. Я говорю, другие выиграют. Ну, выиграешь, проиграешь, ничего страшного нет. Мы спорим, ну, какие-то маленькие суммы. 10 тысяч, 50. Болеть за нашу сборную, самое главное, желать ей, пожелаем ей успеха, и самого благополучия, и подготовка к Олимпийским играм. Все равно на этом Теренцем мире мы готовимся к Олимпийским играм. Да, смотреть по составу, да, какой возраст. Мы готовимся, и надо все-таки, пора Олимпиаду выиграть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...